Выставка Gamescom началась. На церемонии открытия нам показали синематик с вексами, который наверняка всем знаком уже очень-очень давно, и новый трейлер. Но еще до его появления на экранах в сети начали появляться новые подробности грядущего дополнения Обитель теней. Давайте во всем разберемся прямо сейчас. И да, рад видеть тебя на канале Triple Vibe. Меня зовут Джонни Лейни. Вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Началось все со стенда Xbox, на котором разработчики поделились подробностями. К примеру, о добиваниях. Тех самых специальных эффектных ударах, которые будут доступны для применения, чтобы добить ослабевшего противника. Разработчики сказали, что добивания не имеют классовой привязанности, а значит, на любом персонаже вам будут доступны все их разновидности. От этой инфы плавно перешли к близкому рассмотрению артефактов. Мы знали, что их добавят, уже видели их наброски в дневниках разработчиков, но так подробно нам еще их рассмотреть не позволяли. Что стало теперь понятно? В сезоне Бессмертия, который стартует вместе с дополнением Обитель теней 1 октября, у каждого стража в кармане будет свой личный глаз Властелина Врат. Первый сезонный артефакт, в общем-то. На самом артефакте можно видеть целое поле из различных модов, однако посмотреть дали далеко не все. Благодаря первому, Тандер Койл, все электрические способности ближнего боя получают бонус к урону и возвращают энергию суперспособности при убийстве добивающим ударом. Второй, Арк Беттери, игрок получает улучшенный щит, тон же Овершилд, плюс уменьшается время восстановления во время использования любой электрической способности. Далее, Оппрессив Даркнес, при нанесении урона с помощью пустотной гранаты враг попадает под действие ослабляющего эффекта. Хэви Финишд, убийство добивающим ударом, создают пачку тяжелых боеприпасов, требуется половина вашей энергии от суперспособности. Пятый, Анти Барриер Раундс, модификатор можно использовать только на пистолет-пулеметах и автоматах. Пробивающие щиты патроны обходят щиты врагов, особенно сильны против Барриер Чемпионс. С ходом прокачки вашего артефакта вы будете разблокировать эти моды с возможностью добавления их в ваше оружие и броню 2.0. По ходу разговора на экране можно было заметить и карту Луны, и новые активности, и прикинуть какой по масштабам станет Луна. Спойлер, если элементарно сравнивать карту Луны из первой части и карту из второй, которую, к слову, чуть развернули, разница заметная. А если еще и помнить, что большая часть игровой территории Луны это подземные катакомбы, то будьте уверены, ходить придется много. Что видно на карте с ходу? Новый страйк, их кстати будет три. Первый на Луне, The Scarlet Keep, другой на Ио в Пирамидеоне, его засветили в превью добиваний, ну и еще один страйк, местонахождение которого не раскрыто. Что касается самих локаций Луны. К старым добавятся еще две, Sorrows Harbor и Century. А вот старый Temple of Crota пропал. На него упал корабль падших. Так что там теперь совсем другая местность. Также на карте можно разглядеть значки для запуска новой активности Nightmare Hunt. Охота за кошмарами, наверное, в русской версии так будет. Это новый ПВЕ режим. Наверняка схож с уже знакомыми нам эскалационным протоколом или паноптиком. У нового режима три уровня сложности. Адепт, Хиро и Ледженд. На Адепте будет присутствовать лишь один активный модификатор. На Герое их будет четыре. А на легендарном уровне сложности будет присутствовать шесть модификаторов. Включая блокировку снаряжения. Более того, на этом уровне сложности не будет матчмейкинга. Опираясь на эту скудную информацию, можно сказать, что Охота это следующая версия в эволюционной цепочке паноптикума. Те же принципы в настройке сложности, матчмейкинга, модов и, вероятно, геймплея. Подробностей ждать, скорее всего, раньше релиза не приходится. Из других иконок на карте можно видеть Рейд. Странно, что он на Луне. Учитывая, что нам говорили о том, что его действие развернется в Черном Саду, возможно, на Луне мы как раз найдем очередной портал в этот сад. Первый был на Марсе, но... Также по карте разбросаны иконки со значком вексов. Доподлинно неизвестно, что это будет. Однако, можно предположить, что так будут обозначаться новые активности вроде публичных открытых мероприятий, некие очаги вторжения вексов, которые нужно остановить. Теперь трейлер. Что можно успеть углядеть в нем? Ну, во-первых, старых знакомых. Поверженных нами чудовищ из первой части. Крота, Атеон, Сколос и Ежи с ними. Они вернутся в виде кошмаров. Кроме них засветились вот эти мрачные силуэты теней. Давайте о них немного подробнее. Некоторые уж было решили, что это новая раса противников. Кто знает, может нам и придется с ними сражаться, но скорее вряд ли. Ведь это призраки погибших братьев по оружию, таких же стражей, как и мы, во время так называемого The Great Disaster. Одного из самых знаковых событий в истории взаимоотношений Улья и Авангарда. Вскоре после того, как стражи впервые встретились с Ульем и одержали верх в столкновении, это столкновение получило название Битва у Пылающего Озера, Авангард приказал стражам совершить полномасштабное вторжение на Луну и атаковать Улей в попытке установить свой плацдарм. Лорд Шакс был единственным, кто посчитал этот приказ безумием. Шакс рассказал, с согласием последнего города, об особых высших мечах, которыми пользовались бойцы Улья, и предложил повременить с атакой, чтобы тщательнее изучить своего врага. Авангард не стал слушать Шакса и отдал приказ. Тысячи стражей потерпели сокрушительное поражение и были убиты Кротой. Именно из-за этого поражения Авангард и называет Луну покинутой территорией. Каким в итоге станет наше знакомство с Тенями прошлого, узнаем 1 октября. А пока... Я знаю, что вас интересует. Новый шмот и пушки. Да, про них тоже есть кое-какая инфа. И сейчас я расскажу вам все, что знаю. Но сначала отвлечемся на броню, которая сейчас самое главное. Броня солнцестояния. Ведь это броня, которая первой получит обновление до системы 2.0. Сразу с выходом дополнения ее обладатели смогут получить доступ к новой системе модов. Так что гринд стоит того. Я вот сам уже закончил двух персов, а остался последний. А времени все меньше и меньше. Ведь с 20 числа стартует последняя неделя ивента. Не успеваешь? Тогда спонсор этого видео сервис двинг.нет готов тебе помочь. Самые опытные игроки помогут тебе в самые короткие сроки получить нужные шмотки и встретить новое дополнение в полной боеготовности. Заходи на сайт по ссылке в описании и не забудь использовать промокод TRIPLEWIPE на скидку 15%. Теперь к новым шмоткам. Теперь к новым шмоткам. Начнем с легендарок. Вот тот самый револьвер из первого тизера дополнения. Над ним старалась Эрис. Называется он Громкая Колыбельная. Особенного о нем сказать пока нечего. Ставится в кинетический слот. Архетип 110ка. Ну и раз его осветанули так рано, я бы сказал, что вряд ли он рейдовый. Вероятно будет входить в сет планетарного оружия Луны. Далее шлем на Титана из того же сета. Сам шлем ничем кроме жуткого вида непримечателен. Однако на скриншоте можно видеть рейдовый модификатор. Он требует солнечную энергию и работает только на рейде Сад Спасения. Значительно увеличивает шанс выпадения тяжелых боеприпасов при работающем перке Волтейк Эверфлоу. Использование нескольких копий этого модификатора усиливает эффект. Насколько желанным станет перк с выходом дополнения? Посмотрим. Теперь к экзотам. Ноги на Титана. Колыбель Феникса. Экзотический перк. Beacons of Empowerment. Благодаря этому экзоту бонус Воин Солнца длится в два раза дольше, когда вы стоите в солнечном пятне. Союзники, которые встали в ваше солнечное пятно, также получают бонус Воин Солнца. Титан Солнцелон получает, в общем, минимальную саппорт функцию. Слишком минимальную, чтобы эти сапоги нас заинтересовали, на мой взгляд. Так что давайте дальше. Экзотик на Охотника. Шлем Клобук Убийцы. Да, тот самый с шапки последнего Тваба. Благодаря его уникальному перку, при убийстве вражеского стража, с помощью атаки ближнего боя, или при убийстве врага человечества с помощью добивающего удара, вы уходите в Инвиз, частично восстанавливая при этом здоровье и щит. Отличный экзот для быстрых и юрких хантов, любящих сражаться на близкой дистанции. Остальное снаряжение мелькнуло на экране на доли секунды. Тут уже знакомый нам Монте-Карло, например, и Ракетница, и Тяжелый Лук. Если хотите знать больше о новых экзотах, посмотрите мое видео, вышедшее раньше. Там я разобрал большинство из известных. Что же касается синематик-трейлера с церемонией открытия, он относится не к дополнению, а к новому сезону, который будет сфокусирован на влиянии вексов на вселенную. Примечательно то, что при создании этого ролика, Банджи использовали наработки очень старого видео с вексами, которое появлялось в сети, но не в игре, еще во времена первой части. Что ж, наверняка это не последняя арка из первой части, которую предстоит развить во второй. На этом официальная информация заканчивается, и теперь я обращусь к сливам, утечкам, которые мы так любим. На этот раз с фарчана. Инфа появилась еще ночью, и у нас в группе уже публиковалась. Однако, несмотря на то, что описанного в ней трейлера мы не увидели, полностью отметать вариант развития сюжета по такому сценарию я бы не стал. Сообщали, что якобы существует сюжетный видеоролик, где Эрис Морн активирует потерпевший крушение корабль Тьмы, который находится в глубинах адской пасти на Луне. Эрис пробудит Тифона, одного из существ. Тьмы, дух которого все это время покоился в Осколке Тьмы. Тифон тут же начнет воскрешать души стражей, которые пали во время того самого Грей Дизастер. Источник сливов утверждал, что к показу готовят сюжетную миссию Спуск, где Тифон будет воскрешать армию кошмаров и Улья, чтобы начать подготовку ко второму коллапсу, во время которого должен был прибыть флот Тьмы. Также к этим сливам говорили о том, что в Обители Теней будет три налета. Один из них с финальным боссом Фантазмом Кроты. Пробуждение Тифона спровоцирует вторжение Вексов по всей Солнечной системе, включая Землю. На Gamescom будет показан тизер этих вторжений, и Тифон отправится в Черный Сад, чтобы воскресить Черное Сердце. В рейде Сад Спасения. Ну а в рейде Сад Спасения Стражи, собственно, должны будут остановить врага. Учитывая официальную инфу и кадры, что мы видели, параллели с утечками найти можно довольно просто, так что, как знать, решайте сами, верить или нет. Пишите, как вам анонсы. Грядет что-то интересное, не забудьте. Вы не пропустите ничего важного, и будете в курсе всех новостей из мира игры, если подпишетесь на канал Трипл Вайб и прожмете колокольчик. На этом прощаюсь с тобой, Страж. Не забудь поставить свой лунный лайк. Счастливо!